Всем привет! Меня зовут Наташа и вы на канале Моя Вязальная Жизнь. Этот влог хочу начать с того, что мне пришла посылка с набором спиц Чаакум. Я в прошлом влоге показывала, на каком сайте их покупала, за сколько, кто живет в Германии. Возможно, для вас эта информация будет полезна и интересна. Так что проходите, посмотрите. Я открыла посылку, просто заглянула и все. Еще не доставала даже чехол из пакетика. Хочу просто с вами поделиться, показать. Мне кажется, покупка набора спиц все-таки такое важное событие для любой вязальщицы. Я помню, как ко мне приехал первый набор. Получается, я заказала набор спиц, лики деревянные, укороченные. По-моему, лики только деревянные бывают. И заказала 200 грамм твида. И посылка была настолько маленькая, я себе представляла, что это набор, что-то такое весистое, большое. И сейчас тоже самый был эффект. И вот эта вот коробочка столько стоит. Да. На картинке все, кажется, почему-то больше. Ладненько, давайте посмотрим. Покажу вам уже на столе. Вон там коробка стоит. Что я еще заказала? Я не только один набор купила. Такая небольшая коробочка, малюсенькая, я бы сказала. А там, так, ну, это счет. И здесь второй раз уже мне вот я заказывала пряжу. Мне такой маркер в подарок положили. Хотя я заказывала всего лишь два моточка и одни спицы. Такой подарочек, очень приятно. Так, это я уберу. Помимо набора, давайте сразу покажу. Вот такие вот спицы я заказала. Это номер два, Лики Дрифтвуд. Очень они красивые, просто не передается это все на камере. Единственное, что мне кажется, вот эта вот надпись 2,0 мм, конечно, сотрется моментально. Судя по моим патронам, из набора они просто в ноль золотыми стали. Здесь, наверное, точно так же будет. Не хватало мне двойчик. Я же поломала свои Symfony Knit Pro. Они тоже были клевые. Но такие цветные спицы уже не вписываются в мои представления о прекрасном вязании. Поэтому я купила вот такие вот. И как раз сейчас носочек буду довязывать уже вот на этих деревянных спицах на двоечке. Потому что я вяжу их, как вам показывала, на Knit Pro Zing. Они металлические. Мне они жутко скрипят, как-то неприятно. Привыкла все-таки на дереве вязать носки. И самое главное – это наборчик. Так, уберусь сейчас в коробку. Из кадра. Такой небольшой, вообще такой маленький. Ух, как все запаковано. Здесь еще какая-то табличка. Вместе с вами открываю. Давайте камеру поближе сделаю. Так, ну такая тканька. Я ее по-другому представляла. Я думала, она как шелковистая. Она такая синтетическая. Я такую катеринку очень люблю вообще-то. Ну что делать, ладно. Он мягенький, такой, как на порогончике. Так, у нас здесь инструкция какая-то, видимо. И трелески 35 сантиметров. 55 и 75. Так. И спицы. Два с половиной у меня есть. Это для чего вот этот отдел такой крупный. 2,75, 3,25. Я спицы. 2,75 мне очень не хватало. Я всегда вязала либо на тройке, либо на 2,5, потому что не было 2,75. И четверки металлической мне очень не хватало. Вот она четверка. Классно. О, какие клевые. Делегенькие такие. Очень легкие. Здорово. Короче говоря, я очень довольна, счастлива. А вот здесь могут разместиться спицы, которые я куплю, например, отдельно. Много кармашков всяких. Нормальный чехол пойдет. Не фонтан, но норм. Так, еще что-то должно быть. Линейка. А, это линейка картонная или какая? Она как из тонкого пластика. Я думала, она прям такая твердая должна быть. А она вот, как будто бы бумага. Ну нет, это тонкий пластик такой. Ну ничего, тоже пойдет. Маркирочки. Цветные такие. И ключики. Ну вот и все. Получила я посылочку. Теперь могу вязать футболку, снимать видеоисторию одной вещи. Очень я хотела их вязать, эту футболку. Вот на... Ой, я не туда вечно смотрю. Это ж американская четверка. Мне нужна четверка обычная. Вот. Удобно сейчас мне очень будет. Здорово. Такая вот у меня покупка. Ну что, я наконец-то довязала топ. Темно-синий, кружевной. Вы можете его сейчас наблюдать на мне. Как и обещала, надела его на футболку. И он неплохо смотрится, но есть одна проблема. Проблема в том, что я не знаю, с каким низом надевать этот комплект. Футболка плюс топ. С голубыми джинсами, со светлыми совершенно не подходит. С черными носить летом. Ну, как бы можно, но тоже не особо. Все получается очень темно. У меня есть белые бриджи. Возможно, с ними. Но, не знаю, посоветуйте мне что-нибудь, чем бы вы носили такой темный, темно-синий топ. Его можно также и без футболки надевать. С каким-то более закрытым бра в жаркую погоду. Почему бы и нет? И второй вариант ношения топа на футболку. Вы тоже можете сейчас видеть. Это топ, который я вязала в прошлом году по бесплатному мастер-классу Анны Кос на ее канале. Из пряжи Тин Лайн. Очень классная пряжа. И я с нетерпением жду, когда снова побежу из нее. И этот вариант мне нравится, честно говоря, гораздо больше. Может быть, точнее, скорее всего, из-за цвета. Дело в том, что в этом цвете я ощущаю себя спокойно, уверенно. И мне кажется, он мне больше идет, чем темно-синий цвет. Вот так вот. Цвет влияет на твое самоочувствие и на состояние вообще. Вот. Вы посмотрели, как эти топы сидят на мне. Скажите, какой вам нравится больше, синий или бледно-розовый? Я вот даже в нем сейчас осталась, потому что нравится мне он. Его можно также и без футболки носить. Есть у меня еще третий топ. Топ до Франс. Тоже такой же, как и первый. Только из Соло Линова от Лана Гросса. Но он, конечно, просто вне всяких сомнений будет носиться долго. И с любовью, без футболки, просто набрав жару. Он очень такой приятный, холодящий немного. Пластичный, тонкий. Классная, в общем, пряжа для летних истелей. Очень вам советую. И, наверное, сейчас поближе покажу все три топа. Разложила все топы. Боже мой, какая-то красота. Особенно, конечно, мой фаворит. Это вот Топ до Франс и Соло Лина. Я сейчас спустя год потрогала эту пряжу. В полотне она нереально классная на ощупь. Я не знаю, мне казалось, что она немного когда-то кололась. Но нет, ничего не колется. Она очень пластичная, очень струящаяся. Походу, мне хочется вязать из нее еще один такой топ. Я, наверное, сошла с ума. Вяжу одну и ту же. Но я вяжу для себя то, что мне нравится. И, конечно же, очень классная пряжа Тин Лайн от Санны Скарн. Не всякого сомнения. Тоже очень приятная. Ну и вот Соло Сет от Лана Гросса. Безусловно, приятная. Но все-таки для этого топа не очень она подходит. Толстовато. Вот такая у меня коллекция. Есть еще у меня топ с валанами на рукавчиках. Его я сама вязала из головы. Сто процентной вискозы. Но я хотела показать именно вот такие вот летние топы на лямочках. Так, мои носочные дела. Я почти неделю не вязала. На самом деле, после того, как я получила набор спиц в Чааку, казалось бы, надо броситься во все тяжкие. У меня постоянно возникали какие-то дела. И еще в начале видео я вам показывала вот эти вот чулочные спицы, которые я вместе с набором заказала. И вот, что с ними произошло буквально через пару дней. Но это ладно. Со всяким можно случиться. Самое главное, что на этих спицах просто невозможно вязать. Они очень острые. Ими можно проткнуть глаз. Или, не знаю, руку себе точно можно проткнуть. И они очень нестабильные. Они очень мягкие. Тут просто вот как зубочистки. Острючие, колючие. И очень мягкие. Да. Я переодела на них вот как раз-таки этот носок. Провязала немного и поняла, что я не могу вязать. Все-таки вот даже вот этот металл гораздо приятнее по сравнению с ними ощущается. И я уверена, я вяжу спокойно. Мне ничего не колет. И я попадаю в петлю сразу же. С теми острыми лики можно зацепить пушок. Просто, ну, вообще подхватить петлю даже сложнее. Вот такие дела. Так что спицы отправляются в утиль. Слава Богу, они недорого стоили. Не так сильно уж жалко. И если я встречу вот эти вот воли-рёдаль, мои любимые два с половиной, только в номере два я обязательно куплю. Потому что вот, да, у них не супер острый кончик. Но зато, так, у них не супер острый кончик, но зато они какие-то приятные, безопасные. Да, хоть и лики были красивыми, но толку от этого было ноль. В общем, пересняла основу на металл. Мне чуть-чуть совсем осталось. Я скоро их закончу. Что дальше по носкам? Вот такой вот чудо-носок, вы видите. Я участвую в тесте Уани Жильцовой снова. Это новые носочки с интересной пяткой необычной. Такую пятку я не вязала. Здесь, по идее, должен быть еще узор. Но можно было вязать как с узором, так и без. Я выбрала без, такую вот классическую модель. И начала я ее вязать из, точнее, не классического, а базового. Просто резинка 2х2 подойдет и мужчине, и женщине. Взяла я такую же пряжу, как вот на тех синих носочках от Рико, супер, вот вид. И начала вязать на два с половиной. Ну, это как-то слишком прозрачно, слишком растянуто. Вообще, мне очень это все не нравится. Дело. Походу, надо брать другую пряжу. Буду все это распускать. Из этой пряжи буду вязать носки с рюшей, потому что на двоечке очень даже неплохо получается. Сидит на ноге очень хорошо. А здесь какое-то растянутое нечто. И, наверное, спрошу у Ани, можно ли связать немножко паглинок покороче. Очень длинно у меня получилось. Вот, поэтому это все пойдет в распуск. Я возьму, скорее всего, Альпака Лакшери Сокс тоже от Рико. Потому что здесь такие места есть, где нужна более пушистая пряжа. Все-таки она тонко видна, все прибавки, убавки. Она более пушистая, особенно после этого, это не будет заметно. В оригинале Аня вязала носочки из Drops North. Не очень все хорошо смотрится. А у меня нет. Поэтому буду перевязывать. И, возможно, даже на спицах номер два. Чтоб все сидело по ноге плотно, ничего не уползало. Вот такие у меня вязальные новости. На этом буду закругляться, заканчивать свой влог. Еще, наверное, скажу пару слов о том, что вяжу футболку, снимаю видео, историю одной вещи. Как раз-таки на новеньких спицах. Медитирую, кайфую. Каждая петелька просто в кайф. Но подробно я вам здесь ничего рассказывать не буду. Так мельком просто показываю, сколько всего у меня сейчас в работе. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Встретимся с вами в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok